Привет, студент! И снова с тобой новости твоего университетского телевидения. Вторая неделя напряженной учебы подходит к концу, а тем временем в университете состоялась встреча ректора со студентами Юго-Востока Украины. Олег Полухин ответил на вопросы, возникшие с момента поступления молодых людей в ВУЗ. В этом году ряды студенческой братья пополнили свыше 450 студентов из ближнего зарубежья. Молодым людям давалось возможность свободно выбрать ту специальность, по которой им бы хотелось получить образование. Обучение и проживание для студентов Украины будет бесплатным. Это стало возможным благодаря выделенным Министерством образования России квотам для жителей Луганской и Донецких областей. Нам выделяются дополнительные средства из федерального бюджета, которые мы можем использовать на оказание поддержки студентов, прибывших с Юго-Востока Украины. Что мы делаем? В первую очередь мы организовываем бесплатное ухразовое питание. Чтобы отличие между школьными программами не стало проблемой, университет организует бесплатное компенсирующее обучение. Вот, к примеру, я столкнулся с такой проблемой, как вот такие предметы, как высшая математика, теория, вероятность. И мне будет, я думаю, интересно доучить то, что я не выучил, чтобы идти наравне со своими коллегами. Особое внимание заслуживают курсы отечественной истории и русский язык, с которыми украинские студенты столкнутся впервые. Ректор университета призвал не стесняться возможных пробелов и восполнить свои знания для успешного прохождения испытаний первой сессии. Студенты могли получить ответы на актуальные вопросы. Для консультации о правовом статусе ребят был приглашен представитель управления Федеральной миграционной службы по Белгородской области Владимир Евтушенко. Он пояснил студентам процедуру получения гражданства РФ и возможность совмещения учебы с работой. По итогам беседы с ребятами ректор предложил создать при университете рабочую группу, которая поможет сократить сроки рассмотрения заявок на получение гражданства. В этом году сентябрь начался с ряда мероприятий, посвященных культурной жизни города. На выходных в Белгороде прошел фестиваль уличных искусств «Белая маска». Стартовал фестиваль 5 сентября с торжественного шествия творческих коллективов. Уже на следующий день белгородские архитекторы, дизайнеры, художники, музыканты и журналисты собрались на 100-метровке, чтобы поделиться своим творчеством с горожанами. Площадь для открытого городского арт-фестиваля предоставил выставочный зал «Родина». Фестивальная программа включала шесть основных разделов, а именно архитектура и градостроительство, дизайн, живопись, графика, художественная фотография, декоративно-прикладное искусство. Все желающие могли презентовать свои таланты на арт-фестивале, среди них сотрудники медиахолдинга БелГУ. Они рассказали жителям города о работе редакции молодежного приложения «Нота Бена», радио «Белый гусь» и телевидение «Тут». А мы напоминаем, что 26 сентября НИУ БелГУ отмечает свой день рождения. Я хочу поздравить Белгородский госуниверситет с тем, что он был, есть и будет оставаться свободным, самодостаточным, саморазвивающимся вузом. Я желаю ему, чтобы он мог развиваться дальше, добивался новых высот, его студенты оставались только самыми лучшими, держали марку. Родному университету, конечно же, хочется пожелать долгого, плодотворного образовательного процесса, естественно, родной вуз, чтобы становился красивее, естественно. Чтобы различные мероприятия и фейерверки, салюты на 1 сентября, на другие праздники были еще краше и, конечно же, больше умных, красивых и прекрасных студентов и преподавателей. Дорогой мой БелГУ, я желаю тебе процветания, я желаю тебе студентов, которые придут и будут учиться, и будут счастливы в этом университете. Я желаю вам не только добра и благополучия, я желаю вам всего самого яркого и позитивного в вашей жизни. Все профессии нужны, все профессии важны. В Центре молодежных инициатив прошла ярмарка вакансии. О том, как студенты выбирают карьеру по душе, узнала Марина Дворникова. Экономисты, юристы, бухгалтеры, психологи. Эти и многие другие профессии окружены множеством мифов о сложностях трудоустройства. Ярмарка вакансии убедила, в Белгороде работа по специальности найдется для всех. Возможностей много достаточно, ищем экономистов, сейчас, нужно сказать, молодые специалисты, дали много визиток, приглашений. В принципе, неплохие возможности, если есть опыт и знания, то можно найти работу. Ярмарка вакансий для студентов Белгорода проводится ежегодно. Главный ее организатор – Центр занятости населения, который не только оказывает содействие в трудоустройстве, но и помогает в подборе квалифицированных кадров. Центр провел анкетирование предприятий, отобрав готового нанимать молодых специалистов. На сегодняшний день выпускников вуза на работу ждет 27 работодателей. С удовольствием, нам нужен специалист по охране труда, если у нас сейчас появится молодой человек, который сможет, или девушка, который смогут устроить наше предложение, который устроит нас с удовольствием, прямо сегодня проведем собеседование, свозим в корпорацию, все покажем, все расскажем. Прошедшая минувший вторник общегородская ярмарка вакансий была реализована в рамках пилотного проекта «Повышение уровня занятости выпускников высших учебных заведений». Под руководством Центра занятости участие в нем приняли 4 вуза Белгорода – НИУ Белгу, БГТУ имени Шухова, Серхозакадемия и Университет кооперации экономики и права. Основные же участниками по проекту – Центр профессиональной карьеры выпускников, которые занимаются трудоустройством студентов на базе института. В общем, где-то у нас в проекте участвует порядка 1800 выпускников по всем этим четырем институтам, и у нас более 70% уже трудоустроено. Нашли себе работу, либо пошли дальше учиться, ну то есть люди, как говорится, находятся при деле. Такие результаты дали так называемые отраслевые ярмарки-вакансии, организованные на базе университетов. Общегородская же ярмарка стремится довести трудоустройство выпускников и пятикурсников до идеала, оправдывая ожидания соискателей и предприятий участников. Театр танца «Стиль» снова распахнул свои двери для желающих обучиться современному танцу. О том, как все происходило, расскажет Мария Потапенко. Уже с 18.00 площадка перед культурным центром Белгу начала заполняться людьми. Сожигательная музыка, ритмичные танцы привлекали внимание прохожих. Каждый имел возможность сфотографироваться с ростовой куклой, Майклом Джексоном или на фоне декораций. Зал был переполнен людьми, которые на протяжении всего мероприятия поддерживали танцоров, хлопали и скандировали «Молодцы!» Почти полтора часа выступлений прошли на одном дыхании. Зрители познакомились с номерами взрослого, юниорского и детского балета, а также с сольными номерами. С уверенностью можно сказать, что сердца людей были завоеваны. Совсем недавно, 7 сентября, балет Марины Дегтярева вернулся домой из Праги, где проходил чемпионат мира по танцевальному шоу. Детский балет завоевал золото в номинации «Формейшн», а юниорский балет выиграл серебро в номинации «Малая группа». На дне открытой двери ребята представили зрителям свои номера, которые принесли им победу. Мы упорно тренировались, желали победы, но пришлось нам нелегко, и мы долго переживали, но все же перебороли свой страх и высыпали на второе место. Не забывайте подписываться на нашу страничку ВКонтакте и смотреть новые выпуски на Ютубе. С вами была Наталья Дитянцева. До новой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова